Около десятка депутатов, общественные деятели и эксперты. Генеральная прокуратура должна пересмотреть все дела, где хотя бы немного прослеживается признаки политического преследования. Работы для нового прокурора хоть отбавляй, говорят парламентарии. Но от того, насколько объективно от Курбек Джамшитов подойдет к этому вопросу, будет зависеть не только отношение парламента, говорят законодатели, но и доверие простых граждан к букве закона. Кроме этого, генеральный прокурор должен быть самоотстранен от политических интриг и от каких-то политических авантюр, которые позволяли себе Индира Джолдубаева. Генеральный прокурор, бывший, увлекся политическими гонениями. Вся страна знает, какие дела они с пальца высасывали. Рядом, кругом, миллиардами воруют, а они это не видят. А возбуждают уголовные дела по надуманным, по абсурдным делам. Поэтому мы пожелали новому генеральному прокурору, чтобы он запомнился в памяти кыргызстанцев и остался в истории, как начавший хорошую традицию защиты прав граждан, защиты прав предпринимателей, журналистов и обеспечения верховенства права. Среди дел, о которых вчера напомнили генеральному прокурору, это в отношении Каната Исаева, которого обвиняют в попытке государственного переворота, бывшего лидера парламентской фракции Республика Атаджурд Умурбека Бабанова и экс-лидера фракции Атамикен Умурбека Тикибаева, который сейчас отбывает наказание по обвинению в коррупции. Сегодняшняя политическая обстановка говорит о том, что бывшим оппонентам пора вместе работать на благо государства. Как сказал Сорумович, выборы закончились, нужно прекратить гонение. В связи с этим, ранее возбужденное уголовное дело против Умурбека Бабана, высказанное во время агитационных периодов, я предложил пересмотреть. Потому что это чистая политическая статья, как он называется, попытка или подумал, что он свернет власть. То есть власть пришла новая, законно, президент утвердился. Я думаю, нужно новому президенту, наоборот, нужно привлекать бывших кандидатов президента к правительственным делам. Это будет на уровне демократии, международный опыт, после президентских выборов, примирения. Поэтому я призвал к этому вопросу. Сомнения в обоснованности обвинений в отношении Умурбека Бабанова высказываются как со стороны юристов, так и политиков и общественности. Теперь уже бывший лидер партии Республика известен как конструктивный деятель. И те, кто знают, уверены, что он даже не помышлял об антиконституционных действиях, в которых его обвинили в разгар предвыборной кампании. Я хотел бы попросить моих избирателей, мою команду, не поддаваться всякого рода провокациям. Выборы закончились. Теперь не нужно подвергать гонениям те, которые бегали за других кандидатов. Нужно объединять народ. Нужно менять страну. Справедливого пересмотра дел ждут сегодня фигуранты ряда уголовных дел, инициирование которых общественность восприняла как политическое преследование. В отношении всех политиков подход следствия должен быть одинаково объективным, говорят общественные деятели. Генеральный прокурор правильно сказал, что чистку нужно начинать с Генеральной прокуратуры. Насколько я знаю, там оттуда ушли многие профессионалы, особенно среднего звена, это отделы управления, которые не хотели вовлечься в это дело. И поэтому опираться на этих людей на данный момент не имеет никакого смысла. Он должен кардинально посмотреть свой аппарат и каждое уголовное дело, которое возбуждалось, кто возбуждал и на каких основаниях. Примет ли Генеральный прокурор наказание общественности и депутатов к сведению, пока не ясно. Президент страны поставил перед правоохранительными органами задачу ликвидировать коррупцию на всех уровнях и перепроверить ранее заведенные и закрытые уголовные дела. Возможно, что в рамках этих проверок и будут установлены новые обстоятельства, которые изменят судьбы политических узников и тех, кто все еще под следствием. Игорь Потанин, Бакаткушалиев, НТС.